Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, меня зовут Сева Кущинский. Рад новой встрече с вами. В прямом эфире телеканала Автоплюс программа «Попучик». Тема сегодняшней нашей программы – «Гонка звезд за рулем», которая состоится 23 февраля, как всегда, может, это традиция, 2012 года, соответственно, на Центральном московском ипподроме. Обсудить и проанонсировать это незабываемое событие я пригласил в гости людей, которые непосредственно имеют отношение к этой «Гонке звезд» журнала «За рулем». Итак, встречайте, главный редактор журнала «За рулем» Антон Чуйкин, хорошо вам известно. Антон, привет. Добрый вечер. И Евгений Минтес, гонщик, двукратный участник гонки «За рулем», соответственно, будет трехкратный. Никуда не денешься. Спасибо, что и ты нашел время пообщаться. Друзья, я предлагаю, как всегда, вам принимать активнейшее участие в нашей сегодняшней программе. Это прямой эфир. Пожалуйста, присылайте СМС-сообщение, звоните в студию, задавайте вопросы, потому что самый активный, или, скажем так, самый интеллектуальный человек, задавший самый интересный вопрос, получит, ну, наверное, на два билета, да, все-таки, одному на такой мероприятиях ходить. Да, я думаю, в один билет. А, ну, с другой стороны, как знать, может быть, будут два человека, которые зададут потрясающий вопрос. Ну, тогда уж тебе решать. Придумаем, что-нибудь. Друзья, в любом случае напоминаю, что 23 февраля состоится гонка «За рулем» на центральном московском ипподроме. Время. 13.30 старт. Это уже все начнется. Старт, да, зрителей приглашаем с 12.30, ну, там уж кто как любит приходить, либо сильно заранее, либо не очень сильно заранее. Прогноз погоды посмотрели. Прекрасная погода. Минус 40. Нет, минус, минус, и о погоде. Минус 1, минус 5, снежок обещают, может быть, даже метель, но метель это уже немножко похуже, но это нам похуже с точки зрения картинки, это, естественно, понятно, да, но... Ну, дай-то бог, чтобы не было здесь, но ни ху, минус 20, в прошлом году... Да, будет за что цепляться, поэтому получше. В прошлом году было, по-моему, с морозом так все... В прошлом году было где-то, ну, в районе минус 15, я очень рад был. Ну, съемочные группы, я помню, это хорошо лучше, помню. Съемочные группы замерзли, и я помню гонщиков, которые были одеты по полной программе. Ну, да, там приходилось. Ну, горячий чай всегда это будет, и как-то там с едой все же решится. Вот, хорошо, мы и начали, да. А теперь о еде. Да, 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 что в этом году, я надеюсь, будет заметно лучше, чем в прошлом. А были претензии? Кто-то высказывал или тебе самому так казалось? Ну, нисколько были претензии, сколько я видел, что, так сказать, что-то там такое мелькнуло, но я-то смотрю не совсем с трибуны, но я-то против нее часто нахожусь. Я же вижу, так сказать, что там народ делает, чем питается по возможности. Ну, так сказать, в основном было, чем бог поставил. Сейчас будет централизованное питание, во всяком случае, вот на сегодня, но я надеюсь, ничего не изменится и не испортится. Осталось несколько дней. В общем, будет и это тоже, то есть предложим более комфортные условия. Мед – это очень странный предмет. Только что было, его сразу нет. Поэтому как раз меда не будет, будет все странное. Кстати, а как происходит питание у гонщиков, или как-то горячий чай, чтобы... В этом году тоже впервые будет для гонщиков организовано централизованное питание. Внутри круга будет специальная палатка, подогреваемая, где... Это очень нужно? Диета какая-то как-то там... Это желательно, это приятно, потому что целый день проводишь, там обычно заезжаешь где-то в 9-10 часов утра и до позднего вечера, там до 6 вечера ты там находишься. Конечно, там приятно покушать, перекусить в нормальной обстановке. Не только из своих запасов, конечно. Да, не только из своих запасов, там на самом ангале, хотя это тоже очень вкусно, но когда есть, кто тебя кормит, это гораздо лучше. И теперь переходим, наконец-то, к спорту. Да. В этом году... Поел, размялся. Дэвид Кулхард, Амброзио, Ален Прост, кроме всех наших именитейших гонщиков, можно перечислить... Кулхард уже, можно сказать, практически постоянно. Практически начался наш человек. Да, 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 был, уже был. Зачем, каким образом, эти люди... Зачем, запятая, каким образом, сложно ли договариваться, что они делают на этом мероприятии? Ну, я бы так сказал... Просто потому, что, скажешь, странно. Ну, естественно, да. У любого человека может возникнуть вопрос. Да. Значит, принцип гонки звезд, сам по себе, я думаю, здесь и срабатывает. Чем он интересен, да, почему вообще гонка звезд? Потому что этот ралли, этот кольцевик, этот вообще баги, тот вообще на грузовиках, допустим. Вроде как их сравнительно... А вот, да, как, я каждый год это вспоминаю, косили, а если слон на кита влезет, кто кого сборит? Вот это всегда самое интересное. Вот из разных дисциплин, а кто все-таки самый крутой гонщик? Вот поэтому, так сказать, первые люди из разных автомобильных, так сказать, видов спорта, мы туда их приглашаем, звезд самых. Вот эти звезды между собой соревнуются. Первый вопрос уже из Мурманска пришел. Как сложно было пригласить именитых гонщиков на гонку? Вот, так вот, я думаю, что в конечном итоге... Ну, реально было сложно, действительно. И сейчас Женя, так сказать, поскольку у него есть еще, так сказать, роль особая в этом во всем деле, он может поделиться всей подноготной. Но все же помогает что? Что это еще интересно. То есть, безусловно, ну, глупо будет, мы все живем в современном мире, все понятно. У таких людей есть определенный контракт, который они выполняют, и могут участвовать в разных мероприятиях. Но я, так сказать, смею надеяться, что им гонка звезд еще и интересно, а не просто прийти, полыбаться, помахать в камеру, сказать, ха-ха-ха, смотрите, какие у меня там. А они реально знают об этом? То-то или то. Все ли знают об этой гонке? Нет, ну, разумеется, они знают об этой гонке. Больше того, ну, в определенной степени мы можем, так сказать, для себя считать, ну, каким-то образом мы, так сказать, немножко двинули весь автоспорт и здесь, и там, потому что существующая серия Андрострофи, она вообще говоря, повторяет гонку звезд. Именно так, а не наоборот, потому что, ну, если по хронологии смотреть. Ну, по значимости, конечно, скорее всего, в другую сторону. Но мы к этому идем. Да, да, и придем, наверняка увидим, да. Ну, господин, просто, например, в Андрострофи, он, так сказать, просто блистает. Очень интересно на него там смотреть. Ну, и здесь такой аналог. А здесь ему зачем? Так вот, надо же доказать, что везде первый. Принято. Друзья, давайте все-таки посмотрим сюжет. Сюжет. Вдруг кто-то из наших телезрителей не очень понимает суть нашей сегодняшней беседы. Да, как все происходит. Вдруг такой, да, вот. Внимание на экран, смотрим сюжет. Гонка звезд рулем. Так редакция журнала назвала свои фирменные соревнования, история которых началась в 1978 году. Гонка тут же вошла в спортивную жизнь, в автоспорт, как яркое событие, со своими неповторимыми чертами, которого всякий раз ждут. За это время она стала престижнее чемпионата страны. Есть гонщики, обладающие не одним десятком титулов чемпиона России. Но никто из участников за всю историю заездов не смог стать победителем три раза подряд. Самую первую гонку на центральном московском ипподроме выиграл Анатолий Козырчиков, чемпион СССР по мотокроссу. Победы здесь также одерживали Николай Больших, чемпион СССР по ралли, Владимир Козанков, чемпион СССР по кольцевым гонкам, раллисты Владислав Штыков и Сергей Успенский. Гонка звезд была задумана с отступлением от ряда существующих организационных канонов. К участию в ней редакция персонально приглашает звезд мировой величины. В разное время гостями были Дэвид Кулхарт, Себастьян Лёб, Нельсон Пике-младший и Ромэн Грожан. За 23 года правила менялись, но оставался основной принцип. На ледовые дорожки встречаются лучшие. Соревнования несколько раз меняли прописку. Это были и зимние дорожки Московского и Роменского ипподромов, и ледовое кольцо столичного стадиона в Измайлове, и даже гладь замерзшего озера города Гусь-Хрустальный. Однако соревнования вернулись на центральный московский ипподром, и пилоты снова начали соревноваться на классическом овале. В прошлом году заводская команда ОАО «АвтоВАЗ» всерьез вернулась в лидера гонки звезд за рулем после 20-летнего перерыва. Финалов не хватило, чтобы определить лидера, и в перезаезде за первое место сразились молодые тольяттинские гонщики Кирилл Ладыгин и Дмитрий Брагин. Второй раз в своей карьере победу праздновал Ладыгин. Круг почета перед зрителями на боевом КамАЗе проехал завершавший свою гоночную карьеру Владимир Чагин. В этом году впервые в истории участие примет четырехкратный чемпион мира в Формуле-1 Алан Прос. А также участником соревнования станет вице-чемпион мира Дэвид Кулхард. Третьим пилотом Формулы-1 на гонке звезд за рулем будет Джером Амброзио. Вот после этого сюжета хотелось бы узнать у тебя, а тебе-то чем так интересно, раз ты третий раз собираешься участвовать? Гонка звезд по праву является центральным событием. Значит ли, что если участвовать, значит звезда? Да. Да, да, конечно. Не, не, ну правда, что скромно? Во-первых, приглашение получает определенное количество счастливчиков. Их лично выбирает Антон. Не один, не один, я выбираю, естественно. Хорошо, не рассказывайте всех секретов. Соответственно, всем направляется приглашение. Это почетно принимать участие в этой гонке. Каждый спортсмен, я считаю... Номер 22 у тебя? Да, номер 22, в этот раз номер 22. А как номера складываются? Личное предпочтение каждому участнику. А, то есть любимый номер? Да, ты вправе выбирать. Ну, если у Судрединова название команды начинается слово «9», то легко понять, какой у него номер. Понятно. А под этим номером оба первых разов? Нет, в этот раз, на самом деле, первый раз поеду. До этого был занят номер? 18, в этом году впервые поеду по дороге. Хотя, казалось бы, лучше бы очко. 21. Ну, да бог с ним. Друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Тот человек, кто дозвонится или напишет смс-сообщение, и задаст самый интересный вопрос, по мнению Евгения Митеса и Антона Чуйкина, получит вот эти вот два билета. И сможете их реализовать. В смысле, реализовать свое присутствие на этой гонке 20... А то я сказал, как это реализовать. 23 числа приходите на гонку и померзнете, и порадуетесь. В общем, получите удовольствие. И так приходите, если, в общем-то, и пока нет билетов. Будут. Билеты есть? Билеты есть. Они сейчас продаются через всяческие вот эти вот, так сказать, вещи, которые можно... Посмотреть на сайте гонки звезд, там все написано, а прямо в день гонки в кассах ипподрома билеты, как правило, проблем нет с ними. Сколько стоит билет на гонку звезд? Есть какая-то вилка? Это вообще дорогое мероприятие для посетителей? Вилки нет, 450 рублей. И все? Собственно, да. Это спрашивает Московская область. Вот могу даже показать. Да, действительно. Я просто думал, что есть какая-то VIP-зона, откуда-то лучше видно. Нет, VIP-зона, разумеется, есть. Она, в первую очередь, предназначена для партнеров гонки, для команд, там, и так далее, и так далее. Естественно, она есть, но на самом деле она просто занимает часть трибун. Видно одинаково. Спрашивают, куда пропал Сергей Успенский? Никуда не пропал. Между прочим, у нас же... Все стараются задать интересный вопрос. Я вот так говорю, если заполнить. Нороший вопрос, да? Куда пропал Успенский? Я скажу, что он в эти выходные выиграл очередной этап Кубка России по ралли, проходящей в Тверской области ралли Пена называется. Выиграл в абсолюте с большим преимуществом. Никуда не пропал. В Тверскую область пропал. Но ненадолго. Итак, гонка не новичок. Вы очень давно. Как у тебя хватает, не знаю, фантазии, выдумки моральных сил, организовать еще и еще, чем подкреплять значимость этой гонки? Я имею в виду в каком-то творческом плане. Ну, мы тут, собственно говоря, всякие... На самом деле, вот 23 февраля гонка проходит, уже 24-го понятно, что можно было бы изменить, чтобы сделать получше. И вот в этом году у нас новшество. Это не моя идея. Тут надо понимать, что работает команда, естественно. Тут, так сказать, мое непосредственное исполнение... Команда, сколько людей? Масштаб... Ну, редакция, ну что, вот несколько десятков людей, и которые непосредственно участвуют в работе над гонками, это, наверное, 10 человек примерно. Долго приходится это готовить? Или вот гонка закончилась? Да, 24 февраля, да. Дальше подготовка, естественно, и у пилотов, кстати, так же. Так вот, мы придумали схему, значит, у нас было в прошлом году два больших заезда получасовых. Ну, самое интересное в заездах, это, конечно, старт-финиш. Ну, старт, потом, и кто первый? Ну, потому что там заруба начинается. Поэтому в этом году будут такие, да-да-да, четыре, так сказать, заезда, или четыре пульки, как выражаются мои коллеги, спортивные журналисты. Вот, значит, поедут сначала в них, это будут что-то вроде, так сказать, таких заездов предварительных. И из этих четырех групп будут делегированы шесть человек для того, чтобы сесть уже на одинаковые автомобили. Это будут логан-варианты спорт, как, собственно говоря, и в прошлом году. В прошлом году? Да, да, да. И они уже, так сказать, будут вот там ездить, у них будут шесть заездов, каждый с разной дорожки должен стартовать. И вот из них лучше уже станет абсолютным победителем. И это будет победитель гонки звезд, собственно. И для меня-то, честно говоря, вот эта часть является самой такой азартной. И вот парадокс, это азартная, а есть еще более интересная, потому что вот дальше на сцену выходят приглашенные звезды, которым мы разрешаем в предварительных частях не участвовать. И они выходят, и сначала у нас, насколько я помню по расписанию, получается, Прост едет с победителем гонки звезд, а потом Култхард. И мы таким образом через нашего победителя еще одновременно можем сравнить между собой господ Прост и Култхарда, еще сразу состыковать. И тут тоже сравнивают. И тут тоже сравнивают. Все звезды нет, давайте все равно, кто звездеет. Абсолютно. Ну, только соперничество, он всегда в составе. Да, да, да. И там, между прочим, очень интересная вещь еще. У нас традиционно на гонке звезд появляется, как правило, какой-то интересный автомобиль. Причем я в данном случае имею в виду автомобиль не просто вот, ага, вот такой, а который крайне ожидаем, крайне востребованный в этом году у нас премьера спортивного «Дастера». Да, старая Евгений как раз им занимается. Он знает. Только сообщение, что за авто и как они подготовлены. Ну, это вот. Народ продолжает искать интересные вопросы. Все очень хотят. В основной части, как уже можно сказать традиции, на протяжении последних четырех лет у нас будет выступать автомобиль Renault Logan Cup. А в финальных, точнее в суперфинальных заездах, как раз когда победитель гонки звезд будет соревноваться с приглашенным пилотом Формулы-1, будет автомобиль Renault Duster. Тоже в специальной подготовке, версии спорт. Вот мы его увидим впервые. Это премьера, да, здесь. Да, премьера. Такого гоночного варианта будет 23 февраля. У нас на канале был сюжет не так давно о подготовке Duster и Logan. Кто видел, те молодцы. Кто не видел, давайте сейчас расскажем. А пока я хочу задать вопрос на наше традиционное смс-голосование, такой интерактив. Друзья, скажите, вы были на гонке звезд? Мне хочется вычислить просто количество, хоть какое-то количество статистику. Сколько наших телезрителей были на... Мы спросим, вы знаете о гонке звезд? Ну, были, знаете. Да, окей. Коллеги, подготовьте, пожалуйста, вопрос. Итак, да или нет? Были, нет, знаете, нет. Соответственно, напоминаю, что два билетика, сможете выиграть. Вот. Я помню, что обещал дать возможность рассказать о подготовке Duster, но у нас телефон из ночи из Самары. О, ну слушай. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Иван. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Очень приятно смотреть вашу передачу. Спасибо. Передача очень емкая и всегда много полезной информации. У меня вопрос к вам следующего характера. В вашей гонке звезд участвует очень много величин мирового масштаба. Есть такое дело? Вы сказали... Ну, прошу прощения, я волнуюсь. Меня интересует, на каких условиях такие люди соглашаются участвовать в наших российских гонках, которые интересны на самом деле узкому кругу российских гонщиков. Спасибо большое. Хороший вопрос. Обсуждали в кулуарно. Значит, давайте, чтобы мы в эту тему не углубляться, я вам раскрою вообще все карты сразу, но ровно на ту глубину, на какую имею право. Значит, естественно, наша задача сделать эти гонки интересными, чтобы эти билеты здесь не заряжались, и чтобы, так сказать, купили, чтобы пришли и так далее. То есть мы делаем интересное соревнование. Для этого нам туда нужны интересные люди. На определенном моменте мы поняли, что будет еще лучше, если кроме наших известных людей, спортсменов автомобильных, мы найдем возможность пригласить и иностранных. Это было и в первой истории гонки звезд, когда нашла, у нас был такой сравнительно небольшой перерыв, и есть сейчас. У нас есть партнеры. Естественно, журнал не в силах организовать один соревнование такого уровня. У нас есть партнеры, с которыми мы вместе работаем. Будем четко говорить, просто не хватит денег, да? И денег, и сил, и всего сразу. Но каждый занимается тем, в чем он лучше понимает. Журнал за рулем организует отличные события. Компания, в данном случае, Рено выступает в качестве партнера, делает машину, предоставляет машину для суперфинала. Кто-то участвует там эфиром, кто-то участвует, так сказать, какими-то суммами и так далее. Значит, ситуация обстоит следующим образом. Мы, не знаю, можно сказать, договариваемся, в общем, обсуждаем с партнерами, можем ли мы пригласить каких-то, так сказать, тех или иных интересных людей. И дальше, вот тут я, так сказать, занавесочку так, оп, как в бизнес-классе говорю. И потом они приезжают. Понятно. Чтобы было интересно. Нет, друзья мои, ну, так сказать, что все понятно. В этом мире, так сказать, все как-то регулируется, все происходит. Но я еще раз хочу сказать, что я уверен, что такие соревнования, это и так организованы, и такого уровня, с такими соперниками, как гонка звезд, они очень привлекают, так сказать, спортсменов сами по себе. Естественно при этом, что спортсмен никогда не выступает бесплатно. В любом соревновании. Потому что это его работа, любая работа должна быть оплачена. А дальше вопрос, зачем вообще гонки? Ну, как зачем? Ну, потому что вот вы взяли Ивана из Самары и позвонили, поинтересовались. Значит, вам интересно. Вот им в какой-то степени интересно. Кстати, спасибо за вопрос, мне понравилось. Запомним, да? Запомним. Претендент уже. Да. Другое дело, вот надо бы узнать, приедет ли Иван в случае выигрыша билета на Самару. А вот у нас есть звоночек из Москвы. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр, я из Москвы. У меня вопрос к главному редактору журнала «За рулем» Антону Чуйкину. Пожалуйста. Значит, вопрос вот в чем. Гонка звезд имеет многолетнюю историю. Началась она в 1978 году, если я не ошибаюсь. Да. Вот. И много лет там выступали классические автомобили, ВАЗ, автомобили «Москвич». После этого их сменили в переднеприводные и так далее. Вот не планируется ли у вас на этих соревнованиях, которые будут проходить сейчас, показ старых автомобилей спортивных, ролейных и подробных каких-то, да? Потому что я знаю, что в Москве в музее на Рогожском Валуе, я видел автомобили, стоят спортивные автомобили. Редкий автомобиль «Москвич-407 Купе», который был сделан полвека назад и выступал на московском ипподроме в свое время. Вот. Хотелось бы видеть подобные автомобили на ваших соревнованиях. Было бы, наверное, очень интересно людям посмотреть и также пригласить ветеранов автомобильного спорта. Спасибо вам за ответ. Всего доброго. Спасибо. Спасибо за вопрос. Во-первых, тоже его сразу запомним, потому что это дорогого стоит. По-моему, уже пора печатать еще меньше. Да, может быть. Значит, ну, действительно, мы и знаем о таких автомобилях. И, в общем-то, даже планировали в свое время их, так сказать, устроить там парад этих автомобилей непосредственно в день гонки звезд и сделать частью. Значит, но, признаюсь вам честно, все-таки мы ограничены, например, световым днем. Мы ограничены неким вообще разумным временем пребывания на свежем воздухе зрителей. Вы ограничены площадкой. Мы ограничены площадкой. Поэтому, то есть, мы, так сказать, никоим образом не отрицаем эту возможность. И, наверное, когда-нибудь, и уж по крайней мере на юбилей какой-нибудь гонки звезд, мы обязательно устроим показ таких машин. Но это не должно быть каждый год. Ну, а в качестве компенсации могу сказать, что зато такие машины у нас всегда находят место в журнале. И, в частности, рассказ о ролейном москвиче, правда, 412-м, в варианте, причем, так, чтобы мы на нем и поездили, в том числе, он у нас был. И это не последний, я вас уверяю, спортивный автомобиль, который, так сказать, именно ретроавтомобиль, который в журнале найдет место. А здесь, ну, спасибо не только за вопрос, но и за идею, чтобы, так сказать, мы ее не отложили. То есть, автоспортивный праздник организовать в течение выходных, ну, какой-то долгий, не только в один день. Очень может быть, да, тем больше мы говорили, что пригласить ветеранов, это, в общем, была тема перед эфиром, в том числе. Так что, ну, вот видите, витает в воздухе, значит, будем делать. Продолжают спрашивать люди про стоимость билетов, 450 рублей, ни центом больше, ни центом меньше. В этом году Грожан не был приглашен в связи с заменой Петрова в «Лотусе»? Нет, Грожан не был приглашен, поскольку, ну, тут еще раз, когда работают вместе с... Он основной пилот команды в связи с трагическими событиями, которые случились с Робертом Кубицей в прошлом году, когда он, участвовав в гонках, попал в страшную аварию в результате, чего не смог продолжать пока на сегодняшний день свое выступление в королевском классе автогонок. Команды очень бережно стали относиться к участию своих пилотов в каких-то околоспортивных мероприятиях. Что не является профильными мероприятиями для зарабатывания денег команды. Абсолютно верно. Поэтому очень сложно боевых пилотов приглашать и задействовать в таких мероприятиях. Даже в гонке звезд, журнал «За рулем». Ну и потом, нужно разнообразие, естественно, понимать, что... И не нужно каждый раз стремиться заполучить к себе единственную дисциплину, пусть она и главная в автоспорте. В этом году, по-моему, очень хороший звездный состав. Очень широко представлен, да. Потому что, по крайней мере, я не припомню, что просто в России не скупал. Четырехкратный чемпионал мира. Да, четырехкратный. Он впервые, если я не ошибаюсь, впервые приезжает в Россию. И считаю, что это одно из центральных событий. И надо сказать, что до сих пор, невзирая на успехи Шумахера, вот для меня это, наверное, человек номер один в формуле. В формуле один. Извините за тавтологию. Ну, просто такая звезда, именно рицательная уже стала. Да, да, это действительно рицательное имя. 20% нашей аудитории были. Ну, или знают. Прекрасно. Ну, хорошо. Наверное, может быть, и могли бы побольше быть. Так, тем более. Приходите, смотрите. Да, вы же вещаете широко, конечно. 20% это прекрасно. Ну, я бы сделал такой вывод, что все-таки пока, к сожалению, автоспорт у нас не так раз в стране, как имел бы право и заслуживал бы того. Поэтому, собственно, эти программы, наш канал и ваш приход сюда хочется верить, что как-то отразится в положительную сторону. Ну, и гонка звезд. Никогда не был здесь автоспорт, естественно, приоритетным видом спорта, скажем так. Но, на мой взгляд, с другой стороны, он никогда и не был таким популярным, как сейчас не получил. Здесь это в России имеет. Здесь это в России и раньше в Советском Союзе. Это печально, а звезды у нас есть? Все-таки, извините, автодром в Сочи можно очень по-разному относиться к идее разных спортивных соревнований. В Сочи. Но автодром, готовый принять Формулу-1, это в любом случае стоит приветствовать. Я уж не говорю про количество вообще автотрасс, которые появились в последнее время, мы о том говорили, как-то в прошлый раз. И в том числе в Москве. В Москве, да. И в Москве, 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 и уже довольно далеко в том числе. Ну, и, конечно, вот это вот тут... Будем надеяться, что эта тенденция сохранится. Тренд в сторону автоспорта. Жень, обещал, что дам возможность рассказать. Рассказывай, что за машины, как подготавливаются. Может быть, даже интересно именно твое мнение, потому что ты пилот. Есть какая-то техническая сторона совсем, потому что кто гайки крутит. Ну, по Дастеру, что тут можно сказать? Машина новая, еще опыт... Еще раз напомню, да, были Логаны в этом году. Были Логаны и будут Логаны. Да, еще добавляются Дастера. Да, добавляются Дастера. Такая мировая премьера. До суперфинала. Обещается, будет взрыв просто на рынке. Абсолютно. Он уже происходит, да. Аналог Дастера выступает как раз в Трофе Андрес во Франции, где Ален Прост уже выступает на протяжении десятилетия, наверное. И вот буквально две недели назад стал чемпионом, выступая на другом автомобиле, тоже марке, принадлежащем концерту Рено. Про наши Дастеры. По сути, это автомобиль приближенный к серийному. Там заменена подвеска на гоночную. Все элементы безопасности. Каркас, сиденье, рули, все заменяется. Все должно соответствовать правилам. Противопожарная система. В этом основные отличия. То есть по мотору, каким-то динамическим характеристикам мы пока не меняли ничего. То есть специальной подготовки не было. Я думаю, в дальнейшем что-то будет. Так можешь сравнить Логан, Дастер? Ну, это разные автомобили, в принципе. Поэтому я спросую. Да, Логан это седан. Дастер это больше кроссовер, такой джип. Абсолютно разные машины, разные дисциплины, в которых можно отправлять. То есть Логан сегодня это ралли-кольцо, то Дастер скорее это ралли-рейды. Вот такие гонки. Разные дисциплины, разная должна быть подготовка. И я думаю, и там, и там будет конкурентоспособен. Что-то в регламенте меняется, что-то база. Вот в сюжете у нас прозвучало, что не меняется самое главное, что гоняются звезды. Нет, принцип, да. Это как бы свести звезды из разных дисциплин в очном поединке. А так, ну, меняется. Вот я говорю, в прошлом году было два полчасовых заезда. Они почему-то были по принципу шипы-не шипы. И все сразу. Это было зрелищно, особенно, так сказать, ну, так со стороны кровожадной. Вот для меня, как зрителя, конечно, зрелищно. Потому что особенно, когда без шипов. Первый же поворот, что-то такое. Ох, и-то, бампера полетели. Вот. В этом году мы зрелищность обеспечиваем, на мой взгляд, даже больше. Но за счет того, что больше вот этих вот, так сказать, Количество заездов, стартов. Да, да, старт-финиш, поскольку вот четыре предварительных заезда, и уже только потом финальный. То есть было два, стало четыре. Они покороче, но, естественно, больше стартов, поэтому более интересно смотреть. Друзья, я призываю еще раз активизироваться. Вот сейчас говорят, к сожалению, у нас сорвался знак из Майкопа, потому что билеты еще не разыграны. И у каждого еще есть шанс. У нас остается, по-моему, там, 25 минут. Ну, вполне хватит времени, чтобы задать шару за руку. А вот Мурманск присылает, это не вопрос, а такое, в общем, ну, тоже интересно. Поздравьте всех участников гонки с Масленицей, угостите Алина и Дэвида блинами с черной икрой. Партнеры для этого есть, для черной икры. Да, найдем. Намажем. Ну, спасибо, все равно приятное такое сообщение. Там сразу потянулась рука вот к билетам и туда, в Мурманск, только чтобы с икрой приехали. Ну, да. По составу. Есть у меня список, ну, наверное, не имеет смысла всех перечислять, да? Но сегодня 41 человек в заявке. Скажи, пожалуйста, все-таки, ну, если тактично при Жене говорить, как ты выбираешь, ваша команда, как вы выбираете гонщиков? Ну, со звездами вот приглашенные такие вот люди, с ними понятно. Здесь это какой-то рейтинг, личные симпатии. Не то и другое неплохо, но просто... Ну, на самом деле, это, конечно, в первую очередь рейтинг, который зачастую совпадает с нашими личными симпатиями. Ну, конечно, в первую очередь рейтинг – это спортивные некие достижения, уровень, естественно, в целом. Ну, и некая емкость, там, трасса и так далее. Но я просто могу сказать, что если раньше мы там должны были ставить точку где-то на двух десятках приглашенных, то вот сегодня уже четыре десятка. Это с небольшим запасом, потому что, ну, спорт – дело такое, что мы понимаем, что до основных стартов четыре десятка не дойдут, потому что перед ним еще будут квалификации. Как правило, там кто-то остается. Ты видел приглашенных людей, уже по-спортивному, знаешь, как там в хоккее смотрят, как команда играет, где слабые места, вот ты так просмотрел, топ-лист весят. Есть какая-то картина, как все расставится, где к тому-то? Как войти в первый поворот? Ну, как войти в первый поворот, тут квалификации уже покажут, потому что по итогам квалификации 40 участников, они разбиваются вот на эти четыре группы. И там уже надо смотреть по своей пульке, как Антон вначале сказал, то есть вот эти 10 человек, точнее 9, они станут основными соперниками. Так, я думаю, впереди какое-то преимущество, может быть, некоторое моральное, имеют спортсмены, выступающие в трековых гонках, в чемпионате России по трековым гонкам. У них все-таки накат и опыт, и автомобили соответствующие подготовке, как мастера это... Пейзаж привычен. Да, пейзаж привычен. Алексей Васильев, мне кажется, однократный победитель гонки звезд. Кирилл Ладыгин, двукратный победитель гонки звезд. То же самое Сергей Вадимович Успенский. То еще Аркадий Жарков. Ну, в общем, все участники завсегдатой чемпионата России по треку, наверное, основные претенденты на попадание в финалы. Но при этом формат гонки звезд, сразу можно сказать, что формат гонки звезд позволяет и другим участникам, не специализирующимся на трековых гонках, попасть в финал и выступить там уже на одинаково подготовленных автомобилях, и даже победить. Между прочим, могу сказать, что для меня самым большим, наверное, открытием было выступление Коберова, Фердоус Коберова. Это было еще в Тушину, потому что, ну, я не буду говорить, каких именно соперников, но он практически взгорел просто. При этом, вот придя буквально первый раз, сев на этот, на Логан, ух, как он там поехал. Ну, вот сел, он первый раз сел на Логан, но надо отдать должное Фердоусу. Он имеет большой трек и волк, на самом деле, в набережных челнах. Он активно принимал участие на регулярной основе в чемпионате Татарстана, который очень популярен в этой республике, там, ну, на очень хорошем уровне, с хорошими призами. Но к нам пришел с КамАЗа, за руля буквально. Да, да, да. Принимаем звоночек из Москвы. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня к вам вопрос, как к устроителям данной организации. Понимаете, меня интересуют такие вещи. Вот за столько лет, сколько участвует эта программа «Гонки звезд», были какие-то вот курьезные случаи, я имею в виду, не то, что там аварии, вылетела машина за пределы круга, нет, не в этом смысле, а типа смешных курьезных случаев. Спасибо. Что-нибудь такое приходит? Наум, я понимаю, что ты гонкой занимался не с 78-го года? Нет, не с 78-го, да как-то вот почему-то скорее, ну, не то чтобы, не смешные, скорее, может быть, какие-то интересные факты, они, в общем, есть, разумеется. Но смешные, вот именно смешные, ну, все-таки это не совсем то мероприятие, там, конечно, очень хорошо и здорово, и бывает весело, но все-таки я бы его делил, так сказать, сугубо там юбористическими программами. Я не знаю, если только внутри круга, может быть, Жень что-то скажет. Ну, со стороны организаторской части, я вспоминаю момент, когда в восьмом году мы также проводили гонку на Центральном московском подроме, и Нельсон Пике-младший был впервые приглашен на это мероприятие, как пилот Формулы-1, ну, он приехал вообще первый раз в Россию, должен был первый раз увидеть снег. Нам повезло, на день гонки была плюсовая температура, было, не знаю, штормовое предупреждение, в общем, все сметало вокруг, ну, чуть ли не ураган. Он был доволен. Были лужи, снега, как для кого там было не очень много, но у него специфические воспоминания об этом остались. Это что, отчетливо я помню, это восьмой год. А второй момент тоже интересный, это десятый год, это приезд Дэвида Кулхарда, когда он накануне попросил организовать для него тренировку, и мои впечатления, ну, человека я привык видеть по телевизору в Формуле-1, когда он выступает, можно сказать, кумир с детства, а тут мы сидим в одной машине, он просит ему научить ездить по льду и показать, как это делается. И надо отдать ему должное, то, что он также первый раз оказался на шипах, на льду, и просто все схватил на лету за время тренировки. Он улучшил свое время на 10 секунд от того, что он показывал и в гонке, и на равных соперничал с тем же Виталием Петровым. И я потом даже ради интереса посмотрел по кругам время, он ему привез там 4 или 5 десятых, что я считаю, ну, как бы человек, показатели его уровня мастерства, уровня скорости адаптации к новым условиям. Просто молодец. Ну, пока Женя говорил, я вспомнил, мне напомнил, что погода ужасная, действительно, 8-го года. Юбилейная гонка, это 30 лет, ну, просто, ну, все должно быть вот этот шикарный, одновременно еще и юбилей журналу, который, так сказать, там 80-летие отмечал. Ну, все должно было быть прекрасно, и было все прекрасно, кроме погоды. И был действительно такой сильный ветер, что одна из рекламных конструкций у нас пошаталась, пошаталась, и так она вот... Это еще было без зрителей, пока вот, только-только начали выходить, и так вот, присутствующие так, и она падает, и мы, так сказать, и только доносятся там голоса, и мы понимаем, что кого-то одного она накрывает. Значит, впоследствии, действительно, попало, в итоге оказался под ней человек, ничего страшного, ну, поскольку там все-таки достаточно крепко все одеты, не пострадал там, ну, условно говоря, получил не сильный удар по макушке, но вся пикантная ситуация, кто это был? Врач скорой помощи. Технично помог сам себе, в общем-то, без увечий. Вот у нас есть телезритель из Алтайского края, уже три или четыре самосообщения. Прекрасно. Вероятно, действительно, очень хочется человек приехать. Вопрос, какой самый интересный отзыв о гонке, собственно, мы почти проговорили, в машинах из самой России запомнили от зарубежных гонщиков, какой самый курьезный случай, собственно, задарбежных, и переходили ли гонщики из своих дисциплин в другие, после гонки звезд, и насколько это было удачно. Это, наверное, вот было так, что проехал, не знаю, там, трофейщик в гонке звезд, полидормового треку и понял, всю свою жизнь я занимался не той дисциплиной. Честно, мне это неизвестно о таких случаях, но я предположу, что у нас, из-за того, что у нас автоспорт, скажем так, не так развит в рамках одной только дисциплины, большинство участников гонки звезд, они рано или поздно пробовали себя в кольце, в ралли, в трековых гонках, на джипах гоняли, то есть человек попробовал что-то, он потом пришел к чему-то одному. Таких многостаночников, я так назову, их единицы. — Друзья, я прошу не забывать вопросы, да, уже определяться. — Да, вы не знаете. — Ну, вот, по крайней мере, уже по количеству, если мы сообщили, наш телезритель Золотайского края прям уверенно лидирует. Я совершенно не хочу влиять на ваше профессиональное мнение. — Да, ты что, хотел добавить? — Да, хотел добавить, что действительно переходов пока не было из одной дисциплины в другую, ну, с другой, ну, посмотрим, то ли еще будет. Но зато мы действительно, мы, в общем, объединяем в известной степени дисциплины всякие. Если раньше гонка звезд, кстати говоря, входила только в российский календарь автоспортивный, то в этом году впервые вошла и в международный, что, в общем, нам очень приятно, и мы считаем, что статус соответствует. — Жень, недостаточно, мне кажется, раскрыли тему, на мой взгляд, да? Все-таки ты не сравнил машины, да? Разные машины, мы сказали, что вот они вообще разные. А по управлению? Ну, вот, тебе приятнее на Логане или сейчас Дастере, вот, что-то такое чуть больше техническое? — Ну, по управлению. — На льду, на льду, вот, сравни там. — Так нет, я же не просто говорил, привези меня куда-нибудь на Тверскую, нет. Вот тут, да. — Ну, Логан — это передний привод для автомобиля, а Дастер — это полный привод. Абсолютно разный подход к управлению и возможности автомобилей другие. То есть, прямого сравнения, в принципе, не может быть. — Ну, пусть будет кривое сравнение. — Сложно ответить, даже не так. — Ну, а самому есть какая-то привязанность, любовь? Есть гонщики, которые любят задний привод, да? Есть кто-то там, может быть? — Да, мой опыт в пилотировании, он основывается на Логане и на, там, Сандеры — это переднеприводные автомобили. Сандер — Дастер только в качестве, там, тестовых испытаний. В гоночных условиях не доводилось мне еще выступать на этом автомобиле. Поэтому пока, честно, опыта такого нет. Что-то говорить нет, нет возможности. — У тебя к этому есть какое-то отношение? Ну, мягко говоря, разбираешься в машинах. — Я, к счастью, я вот этот трек ледовый, я только поперек пересек. Поэтому я пока вдоль там ни на чем не ездил. Только вот, как бы, ножками. Поэтому нет, здесь не скажу, если мы будем рассмотреть гражданские версии. Но тут, собственно говоря, понятно, автомобили разные. — А, собственно, Женя сказал, что это практически гражданские версии, просто каркас. — Ну, как бы, не будем смотреть ледовый трек, а будем смотреть обычную жизнь. — Ну, мне, например, совершенно понятно, почему почти все эти автомобили пережили этап больших очередей. И на Дастово сейчас очередь самая большая. Так вот, завалировано немножко. — Не успокаивается Алтайский край? — Да. — Ну, прям уже, не знаю, какая стоимость спортивного «Логан»? — О, кстати, прекрасный же вопрос. Сколько стоит? — 450 тысяч рублей. — А вот именно переоборудование сколько стоит? — На самом деле, я так скажу. — То есть, мы же берем, подожди, машина стоит меньше, чем 450. — Изначально, или больше. — Нет, вот машины, допустим, выступающие в гонке звезд, мы потом имеем возможность, в восстановленном виде, все, вот, как они, как новое изначально, мы продаем их за 450 тысяч рублей. — То есть, они очень... — Магическое число. — Да, билеты за 450 рублей. — Так, подготовка самого автомобиля, она варьируется, на самом деле, от стоимости донора. Это так называется, от базы, от автомобиля, от «Логана». Кто-то может его взять новый из салона, он будет стоить 350 тысяч рублей, но кто-то может его взять на, не знаю, словно назовем, на разборке, кузов один найти, и уже дальше вставлять туда каркас безопасности, сиденья, в общем, все комплектующие. Соответственно, и цена будет разная. — Сегодня вот... — То есть, «Логан» — 450. — Да, «Логан» — 450. — А «Дастер» есть такая сейчас? — Нет, «Дастер» пока нет. — Посчитают. — Свежая кровь. Приток пилотов, которые принимают первый раз участие, все-таки, кого-то можешь отметить, что вот подумали в этом году, молодой, но очень борзый, надо бы его пригласить. И тяжел ли этот выбор? Когда приглашаешь, опять же, Мейтеса или Успенского, или Дудукала, ну, это понятно в общем. А вот пригласить первый раз молодого пилота... — Да ну, слава богу, мы приглашали молодых пилотов, которые сейчас уже, вот, с них начинается список приглашенных. — Садридинов, тот же самый. — Ну, конечно, есть Садридинов, есть тоже Ладыгин, есть Дудукала. Они все, в общем-то, так сказать, выступают в «Гонке звезд», ну, что называется, там, с младенческого возраста, буквально. Ну, во всяком случае, действительно, приходили, будучи, так сказать, молодыми пилотами, но перспективными. А сейчас, ну, я не хочу, чтобы никого не обижать, просто достаточно зайти на сайт «Гонки звезд», посмотреть, там есть под раздел «Звезды», там есть все, там есть Женя, что-то, так сказать, при этом убедитесь, что, так сказать, все у нас в порядке, да-да-да, что... И там просто, так сказать, у самых молодых посмотреть год рождения, посмотреть их карьеру, в общем, все будет понятно. Достаточно, большая часть. — Запрограммированность исхода быть не может никакого, потому что всякая... — Ну, насколько вероятно, что пойдет все настолько необычно, что кто вот был фаворитом, вдруг там не вошел хорошо в первый поворот, а кто так всегда и бывает. — А кто так всегда, абсолютно, я согласен. — А так всегда и бывает, потому что победитель один, а в финал выходит шестеро, и эта шестерка, ты никогда не можешь угадать, кто там выиграет, потому что там очень сильные пилоты, вот реально очень сильные, и там нет такого, что, ну, тут вот эти трое-то ничего, а эти трое-то так послабее. Там все меняется, вот тут, ну, если даже перезаезд были вынуждены проводить, когда не хватило этих вот стартов предварительных, потому что двое пришли нос к носу. — Хотя нужно понимать, что на ледовом треке ты, если попал на 10 сантиметров сзади в корпус, ты уже едешь в облаке пыли, ну, это уже такие подробности. — А для этого как раз мы проводим несколько заездов и стартов с разных дорожек, чтобы вот это вот, так сказать, нивелировать, вот эту вот случайность, которая, ну, и привнесена извне. — Скажи, это очень сложно, ну, в точке зрения пилотирования. — Приехать, снежная, очень сложно. Ну, приходится искать ориентиры. — Какие ориентиры, если ты едешь в облаке? — В центральном московском подробном там есть столбы со светом, и можно по ним ориентироваться. То есть выбираешь себе один столб, вот здесь ты должен, ты знаешь, что во что бы то ни стало, ты здесь поворачиваешь, и какое бы облако пыли перед тобой не было, по бокам, в принципе, чаще всего видно, ну, и плюс оно в столб высоко, у него поворачиваешь, вот это ориентир такой, как бы какие-то там привязать тряпочки такой возможности не представляется возможным, поэтому приходится вот искать то, что там стоит все время, независимо от какой от подгодных условий будет стоять во время гонки. — Я понимаю, что, в общем, мы приглашаем людей на мероприятие, поэтому говорить о сложностях, наверное, не принято, хотя мне кажется, что стесняться-то не стоит. Ну, это же действительно чудовищный труд. Есть что-то такое, что для тебя самое сложное, или для команды? Что самое сложное? — Есть, но, к счастью, не в этом году, это было все в том же, в восьмом году, приснотанно. — Погода? — Нам пришлось снег свозить туда. Это было сложно. — Тогда нет основного условия для соревнований по проведению ледового года. — Ну, собственно говоря, да. Вообще, надо, так сказать, понимать, почему гонка звезд — это зимнее, да, мероприятие, как вообще, так сказать, ну, большой автоспорт в этой стране, в нашей, так сказать, сначала, в советской, в российской, вообще очень, так сказать, такой подъем испытывал в зимний период, потому что это, а, зрелищно, и, б, менее опасно. Вот снег нам обеспечивает безопасность, поэтому, ну, если делать брустверы из мешков там с сеном, с травой, еще с чем-то, сделать можно, но они недолговечны, да, они быстро закончатся, и не будут уже обеспечивать вот ту самую безопасность. Поэтому, ну, в этом году с погодой все в порядке. И там, на самом деле, знаете, это вот как в любом деле, когда снаружи кажется, может, это какая-то романтика. Вот самое сложное — это было извлечь Култхарда, там, из его жуткой занятости, привезти сюда. Да, конечно, нет. Самое сложное всегда — это вот рутина, которой занимаются у нас тоже, так сказать, специальные люди, которые входят в общую команду. — Так называют рутинщики. — Общую команду, которая организует гонки, это наш, так сказать, организатор спортивный. И вот на них там сваливается, ну, такое, что, к счастью, я не очень много об этом знаю, и, во всяком случае, не все об этом знаю. Но просто по косвенным каким-то документам и письмам, которые мы рассылаем, в общем, могу себе представить, ну, достаточно много всего. Это же большое мероприятие, действительно, вопрос там всякий, так сказать, приглашение, согласование, организация. — Запад безопасности. — Ну, как ты сказал, совершенно без всякой романтики. — Да, это не романтика, потому что романтика — это романтика 23 февраля для тех, кто придет на трибуны. Приходите, понравится. — А у нас есть звоночек. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. — Добрый вечер. — Слушаем вас. — Меня зовут Геннадий, я из Краснодара. — Здравствуйте. — Я по такому поводу. Вы пригласили Алла на проспектах гонщиков Формулы-1. Но мне известно, что он в последнее время выступает, не помню, как она называется, в французской арте, где именно на полнотреводных машинах ездят по льду. И он там очень успешно выступает. Не боитесь, левый, что он просто уедет от всех остальных, и это будет как-то выглядеть. Не знаю. — Спасибо. И забудет взять приз. — Не боимся, а наоборот, только будем рады. Соревнования эти называются «Трофи Андросс». Проводятся они во Франции с конца 80-х годов, если я не ошибаюсь. Все правильно, наш телезритель сказал. Там полноуправляемые автомобили, где даже задние колеса тоже подруливают. Аллан просто является у нас трехкратным победителем «Трофи Андросс». Опыт выступления у него на снегу есть. Я думаю, что нас ожидает прекрасное зрелище, борьба между ним и победителем гонки звезд, когда они на равных будут выступать на автомобилях «Дастер». Вне всякого сомнения. Здесь, собственно говоря, опыт и регалии просто, они в данном случае позволяют ему, как и Кутхарда, не проходить промежуточные варианты в виде малификации и заездов предварительных. Он сразу у нас попадает именно в самую финальную, в самую последнюю, завершающую часть и выступает именно с победителем гонки звезд. Но вот я бы сейчас не стал класть там руку на отсечение, закладывать там что-то такое ценное на то, что просто обязательно победит. Не так это просто. Для просто. Каламбур, неуклюжий каламбур, да. Казахстан спрашивает, был ли опыт езды в Казахстане? Ну, поскольку не сказали кому, спрашиваю. Пока нет. Не ездил? Ты ездил в Казахстане? Да, ездил, ну, так называется, да, в обычном режиме, понятно, что. Чуть-чуть. Не гонялся вообще нигде, да, проезжал, до сих пор впечатлен, это было очень давно, какие там были бензоколонки, такие, у них был такой только шланг, очень толстый, этот шланг заканчивался просто дырой. Опять просто. Так и заправлялся, да. Нужно было точно рассчитать, сколько. Кстати говоря, поскольку за рулем существует в виде, так сказать, лицензионных изданий и на Украине, и в Казахстане, то был у нас такой проект, была идея пригласить казахского гонщика. Ну, это оказалось несколько сложнее, все вместе, чем мы ожидали, но может быть, так сказать, это все-таки состоится, если не в этом году, увы, а вот в следующем посмотрим. Владимир спрашивает, а что тяжелее, организовать гонку 30 лет назад или сейчас? Ну, я понимаю, что 30 лет назад ты еще... Спасибо, Владимир спрашивает. И в чем принципиально разница? Ой, плохо помню уже. Не знаю, не знаю, значит, есть такой человек-легенда у нас работает, Марк Григорьевич Телевич, он эту гонку вообще-то, говоря, и придумал. Как раз вот 78-й год, но вот если будет интересно, мы, может быть, отдельно как-нибудь именно с ним поговорим. История большая, но я могу сказать, что были свои сложности, мне кажется, одинаковые, они просто... То есть уровень сложности одинаковый, а вот сама по себе сложность в тех или иных местах, она разная. Потому что, ну, понятно, что раньше это было дешевле, с одной стороны, а с другой стороны, это сказать, ну, пойди попробуй, я... Ведь призом всегда выступали шины. И я просто по рассказам знаю, вы с ним представляете, каких чудовищных сложностей стоило добыть этот несчастный комплект шин, который гонщик, будучи абсолютно счастливым человеком на ближайший год, одевал себе на руки и на шею и уходил с гонки звезд вот награжденный. Попробуй сейчас гонщику любому... Не дай бог никому не передавал эти шины. Нет, 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 вот эту вот шину именно резиную, отдать шину, да он просто, так сказать, может быть, обезгонит, ну, что это, этот приз, что ли, зачем? Мне лучше наклеечку, допустим, или значок. То есть, ну, вот такого порядка были действительно сложности. Ну, и опять-таки, были сложности с местным, они были достаточно регулярные, потому что гонка... Ну, самая экзотика, это была, конечно, на льду в Гусь-Крустальном. Я уже... Премьем последний звоночек, жалко человека держать. Слушаем, говорите, пожалуйста, быстрее, 4 минутки у нас. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, гости. Здравствуйте. Это Константин, Москва. Большое вам спасибо. Я хочу вам сказать, действительно, большое спасибо, что вы подняли эту тему. А тема очень серьезная. Вот, к примеру, так, мне 56 лет, а я, когда мне было еще 40, я с большим удовольствием ездил на зимние гонки, кольцевые, вот так называемые. Это великолепно, действительно. Лучшие настоящие мастера ездили, и, скажу честно, может быть, я ошибаюсь, но так, как ездили тогда, сейчас так, поверьте мне, не ездят. Почему? Спасибо. Верим. Ну, согласен. Спасибо, может быть, может быть. Ну, вот я, чтобы закончить, так сказать, да, последний. Вот, и Гусь Хрусталин был, Гусь Хрусталь, он уникален был чем? Там, значит, нас очень любили, я уже сейчас не скажу, конечно, кто из властей именно завлек туда гонку, но зато оттуда мы и вывезли свой основной трофей, потому что это хрустальная шина, она почему хрустальная? Потому что из Гусь Хрустального местный стекольный завод изготовил эту шину, и у нас по регламенту, да, трижды выигравший, эту шину забирает с собой. Ну, пока, пока не было. Когда присоединились. Ну, с другой стороны, у други бизы. Ну, ничего не поделаешь. Давай, давай. Давай, выигрывай. Друзья, у нас билеты остались. Вот, все-таки, что ваше предложение? Алтайский край заслуживает того за активность свою? Или все-таки, или какой-то был другой человек? Вот, да, простит меня, Алтайский край, я мечтаю там еще раз побывать, был пару раз, но поскольку нам так совершенно неожиданно тему, которую Евгений начал до эфира, подхватил, так сказать, звонок насчет ретро-парадов и гонщиков прошлых лет, я голосую за этот. Я поддерживаю. Это наш телезритель из Москвы, я прошу наших редакторов связаться с человеком, уважаемые телезрители, прошу прощения. Как на духу, Москва не при чем, если ты об этом говоришь. Александр, эти два билета ваши, 23 число, вы сможете насладиться тем мероприятием, которое мы сегодня обсуждали. Друзья, я крайне сожалею, но вынужден закончить этот эфир. С другой стороны, надеюсь еще увидеть вас и в эфире, и увидимся 23-го дня. Всего шесть пару дней, 23-го дня, пожалуйста. Вот, напоминаю, что говорили о гонке звезд, которая пройдет 23 февраля на Центральном Московском ипподроме. В гостях был главный редактор журнала Зарудом Антон Чуйкин. Спасибо. И пилот, двукратный пока участник гонки звезды, Евгений Мэйд. Коллеги, я желаю вам удачи, удачи тебе, конечно же, и тебе тоже удачи, потому что еще неизвестно, кому будет тяжелее. На этом прощаюсь с вами, меня зовут Сева Кущинский, вы смотрели программу «Попутчик» на телеканале «Автоплюс». Мы работали в прямом эфире, поэтому спасибо, что были с нами, проявили свою активность, и, как обещали, мы подарили вам два билета. Увидимся, берегите себя, пока. Субтитры подогнал «Симон»!